Сегодня у юношей и девушек России праздник, возможно, даже более почитаемый, чем День молодежи. Бал правят студенты. Обдохновляет их на это святая покровительница Татьяна. В Чувашии главной площадкой праздника стал Дворец культуры ЧГУ, где прошел фестиваль студенческих инициатив. Студенты – народ креативный, но кому же еще придет в голову так адаптировать историю христианства? А ведь святая Татьяна тоже училась сперва. Ангелом умным, упрямым в юные годы была. Звали ее тогда Таня, шел ей 17-й год. Ей в подопечные дали самый беспечный народ. Как говорится, на святых надейся, а сам не плашай. Среди Татьян, чьи именины отмечают столь массово и торжественно, нашлось и 13 стипендиата главы Чувашии. Ежегодно тысячи самых талантливых и упорных юношей и девушек награждаются таким образом за особую творческую устремленность. Михаил Игнатьев вручил Татьянам свидетельство о получении стипендий и поздравил всех остальных студентов, как бы они ни звались. Мы верим в молодежь. И наша ключевая задача, я хочу подчеркнуть и довести эту информацию до всех вас, создать благоприятную среду через добросовестную конкуренцию, чтобы вы как отдельные личности, создавая семьи, создавая крепкие семьи, могли развивать Россию, нашу огромную страну, могли развивать нашу родную, многонациональную Чувашскую республику. Студенческие годы не зря воспеты всеми музыкантами, поэтами и писателями. Именно в стенах «Альма-Матер» бывшие дети взрослеют, у них появляется уверенность и определенность, зарождаются и крепные дружеские связи. Создается большинство семей. Студент почти как взрослый, говорят малыши, с восхищением и завистью, глядя со сцены в зрительный зал. Именно в студенческие годы расцветают пышным цветом таланты. Не только к учебе, но и к творчеству, науке, спорту, общественно-политической жизни. Каждый из стипендиатов уже принес реальную пользу родине. Впереди множество совершений. И пусть святая Татьяна поможет. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.